Россия предпримет все усилия, чтобы каждый проект состоялся и был успешным. Итогом первого дня Восточного экономического форума стало подписание руководством страны перспективных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей. Также глава Якутии Егор Борисов подписал трехстороннее соглашение с Русгидро и японской компанией о работе первого дня в следующем материале. В рамках форума проходит ряд стратегических мероприятий по укреплению связи с азиатскими странами. На сессии ворота России в Азию обсуждались ресурсные и инфраструктурные возможности регионов ДВФО, которые позволят привлечь азиатского инвестора на эту территорию. Правительство России считает, что Дальний Восток имеет весь необходимый потенциал, чтобы из догоняющего центральные регионы стать лидером. По большому счету здесь есть все для того, чтобы обеспечить самые высокие темпы роста. Только к этому надо отнестись как к месту, где намного лучше, чем центральной части страны и перспективы здесь значительно больше. И здесь есть даже для молодежи много больше, чем в некоторых центрально-российских регионах. Здесь отличный университет, здесь отличный институт академии наук, здесь возможности зарабатывать, только эти перспективы надо по-другому увидеть. Третий ВЭФ также стал лидером по охвату темы и проблемы развития бизнеса. Состоялись диалоги с руководителями территорий. Губернаторы и главы регионов Дальнего Востока обсудили о влиянии бизнеса на развитие субъектов. Хочу сказать, что вот те новые инструменты, которые стали работать, это ТОР и СПВ, свободный порт Владивосток. Мы все считаем, мои коллеги сами высказываются, мы считаем их крайне эффективными, но мы также понимаем, что первых результатов можно ждать 3-4-5 лет. Якутия на площадках форума тоже расширяет связи. Глава Якутии Егор Борисов провел деловую встречу с президентом Монголии господином Батулгой Халтмагин. Стороны обсудили о проведении международных спортивных игр «Дети Азии» и затронули вопросы внешнеторгового сотрудничества. Также была подписана трехсторонняя декларация с руководством Росгидро и Японской организацией по развитию новых энергетических технологий НЭДА. Японская сторона заинтересована продолжить плодотворное сотрудничество с Якутией. Мы говорим о возможности поставки полезных ископаемых из республики Сахар через Владивосток, то есть сухопутные поставки до Владивостока и затем по морю до Японии. Здесь вполне возможно есть очень большие возможности для развития сотрудничества. Традиционно республика ассоциируется как инвестиционно привлекательный регион. Иностранные стороны это подтверждают и готовы на долгосрочное сотрудничество по промышленным, технологическим и инновационным направлениям. Тот интерес, который высказывают иностранные наши партнеры, он опять же связан и с освоением природных ресурсов, ну и в части с переработкой. Тем более, что курс на локализацию на территории республики перерабатывающих производств принят как основной у нас в правительстве республики. Результаты Восточного экономического форума напрямую влияют на развитие регионов. И выбор площадки проведения форума доказывает постоянный интерес Федерального центра на Дальний Восток. Эта работа, во-первых, должна положительно отразиться на жизнь жителей субъектов. Любовь Васильева, Стас Михайлов, Максим Ростовцев, МВК Саха, Владивосток.